Всем привет! В эфире «Политика» с Бузаровым Андреем. Сегодня у нас в гостях нестандартный гость. Прокуроры и бывшие прокуроры уже были в гостях, но действующие прокуроры впервые. Не так часто они соглашаются дать интервью, и всегда это, как правило, эксклюзив. Сегодня у нас в гостях прокурор Казбек Тедеев. Казбек, приветствую вас. Спасибо за то, что вы нашли время прийти ко мне на программу. Честно скажу, у меня были работники прокуратуры, но это бывшие, как правило. Были, которые пошли в адвокатуру, но действующие – это эксклюзив. У меня получилось за программу, и вам спасибо за то, что нашли время. На самом деле, знакомые мои сказали о посте, вашем посте в Фейсбуке, который довольно большую популярность набрал. Я сам его увидел, когда у вас и в друзьях. О ситуации, которая сложилась вообще в целом в нашей системе, в том числе, касательно вас. Я познаю давно, и я не знаю, даже теряюсь, то ли на вы, то ли на ты. На ты. Хорошо, прошу. Знаю давно, помню, когда вы еще в Алуште в Крыму работали. Знаю очень сложную ситуацию, которая была после аннексии Крыма, и после того, как вы пытались здесь неоднократно восстановиться и при Яреме, и при Махнинске. Начал был Махнинский, потом Ярема. По сути, при Шокине вы восстановились на работе. Да. Вы принципиально это делали. Принципиально хотели восстановиться в прокуратуре Украины, хотя имели возможность и остаться там, ну, мы все прекрасно понимаем. Но вы сделали, винулись в Украину. Что происходит сейчас в вашей ситуации? Ну, спасибо, что пригласил, Андрей, на ты уже тогда. Спасибо, что пригласил. Происходит такое, что в данный момент с моим руководством, нынешним руководством, у меня сложились такие, как бы сказать, тяжелые отношения в связи с тем, что по некоторым уголовным производствам, которые есть у меня, были у меня в производстве, у руководства было, и у меня, и у руководства были разные взгляды. После чего руководство несколько раз предлагало мне спокойно уйти самому в другой отдел, поэтому, потому что якобы мне нравилась моя работа, на что я обращал внимание всегда руководство, что с самого момента, когда я возвратился в органы прокуратуры Украины, то есть это в 2015 году, в моем производстве были самые тяжелые, самые резонансные уголовные производства. И я обратил на это нынешнего руководителя, на что он сказал, что твои заслуги никому, в принципе, не интересны, ты будешь делать так, как мы скажем. Ну, я сказал, что, ну, я сам по природе, как, ты меня знаешь, я сам по природе. Вот этот успех очень важен, ты всегда был человеком очень принципиальным, которого нельзя заставить что-то делать, если он не хочет. Ну, действительно действует по зову совести. Может ли это быть одной из причин таких сложных неприязней, которые у вас? Это, я не могу сказать, что они стали моими врагами, я не могу сказать, что я их ненавижу. Я к ним отношусь ровно, это люди, так как и я, временные прокуроры, то есть ничего нету временно, как постоянное. Поэтому я считаю, что эта проблема, в принципе, она через, ну, надеюсь, месяц-два, ее не будет, этой проблемы, как и не будет тех людей, в отношении кого я подал заявление в Совет прокуроров Украины. Ну, вы знаете как, Андрей, понимаешь, как ситуация, почему мне больше всего не понравилась ситуация, что люди пытались наказать меня рублем. Вот я не люблю, когда вы вызываете человека, он вам говорит прямо, я откровенно говорю, что я не буду делать то, что вы мне говорите, потому что, ну, у меня есть своя принципиальная справедливая позиция по всем моментам, которые есть, то есть по всем уголовным производствам, которые есть, у меня есть своя определенная позиция. После этого у меня с моей зарплатой в 16 тысяч, меня убрали с премий, со всех надбавок, я начал получать 6 тысяч гривен заработной платы. Ну, это было, это сделано сознательно, это, по сути, форма унижения такая была, то есть они как бы не могли вас непосредственно уволить, но пытались неприятно как-то сделать. Я думал, что может быть, они увидели, что я начал полнеть, и начал как-то набирать вес, и мне как-то, как каким-то образом, они, хочешь, да, хочешь похудеть, спроси их как. Поэтому, возможно, это какое-то с их стороны благо, ну, это так в кавычках, поэтому, условно говорю. Поэтому я очень рад своей принципиальной позиции, я это им сказал до того времени, когда у нас поменялась власть, когда у нас появился президент Зеленский, я им говорил о том, что буду воевать с ними, буду писать на них, буду бить в колокола. Тогда, когда был президент Порошенко, есть его кум Луценко, то есть я никогда ничего не боялся, потому что я считаю, что за мной правда, за мной огромное количество моих простых прокуроров, которые в прокуратуре Киевской области, в прокуратурах Украины, которые мне после моего обращения писали, благодарили, желали удачи, мы за вас там молимся. Единственное, что я могу попросить всех своих сторонников, чтобы, да, сторонников, да, прихильников, я, единственное, что я хотел бы попросить, чтобы, вы знаете, у нас на планете Земля 7,5 миллиардов населения, если каждый человек будет по своей работе обращаться к Богу, то у нас, ну, не будет времени Бога помогать людям, там, в каких-то там рождении ребенка, в выздоровлении ребенка, поэтому, единственное, что я прошу своих сторонников, чтобы, желайте мне удачи, желайте мне везения, но к Богу взывать по такому мелочному вопросу, мелочному вопросу, когда какой-то прокурор совершает какие-то, ну, давления на другого прокурора, ну, Бог это точно не рефери в данной ситуации, поэтому для этого есть я, для этого есть он, для этого есть совет прокуроров, ну, для этого есть, в конце концов, суд, поэтому, ну, не будем забирать функции Бога или отдавать функции Бога кому-то другому. И, если, иногда вы используете то украинское, то русское слово, будучи осетином по происхождению, человеком великой нации, Спасибо. Вы, я так понимаю, как услужащий, проблем с украинской мовой загалил немало? Взагалил немало, мне подобается разговаривать украинскую мову, у нас на работе постельно мы використовываем украинскую мову, когда до меня подходят потерпели, скаржники, там, захисники, мы спелкуемся с ними, вынятково украинская мову, но когда подходят и спелкуются с российской мовой, тогда, соответственно, я надаю с российской мовой. То есть проблем нет. Я знаю, что через Киевскую область, через прокуратуру Киевскую область, много резонансных дел про Киевскую область. По сути, вы иногда и по Саакашвили подписывали, соответствующий документ. Согласился подписать. Другие мне подписывали. Вы знаете, как я хочу... Это руководство тоже, наверное, не нравится. Я, да, я просто, знаете, как я хочу, мне очень нравится город Киев, и мне нравятся и центры города, и дальние улицы города Киева. Я хочу чувствовать себя везде вольготно и ходить со своим лицом, появляться со своим лицом в любой части Киева, не бояться каких-то нападений, каких-то оскорблений и так далее. Поэтому я считаю, что если я... Это как сделка с совестью, когда ты пытаешься угодить власти, да, и пытаешься кому-то испортить жизнь. Это все возвращается, это бумеранг. Поэтому для меня принципиально делать все то, чтобы я чувствовал сам, что я делаю все по справедливости. Это самое главное правило Казбека и Тадеева. Вот все сам, все делай так, чтобы по справедливости. Иногда я, конечно, добавляю по закону гор, но вы же понимаете, что... В пределах допустимого. В пределах допустимого, да. Я же в никаких кровных местах и так далее, понимаете. Как вы думаете, какие перспективы сейчас этой ситуации и вообще вот состояние прокуратуры, ну, скажем так, в целом. Что ждать у вас по поводу вашей жалобы и по поводу... Лично по моей жалобе, лично по моей жалобе, я могу сказать открыто, во вторник было слушание по ней, я уверен на тысячу процент, что нету никаких, нету никаких, нету шансов никаких. Не было, нету шансов никаких. Потому что те люди, которые принимали это звернание моего обращения на такой тыск сбоку кривництва, они, ну, я мягко сказать, они очень осторожные и приняли, принимают решение, я уверен, они примут решение, очень осторожное, очень такое вываженное. Поэтому ни на что не надеюсь, еще раз говорю, я очень рад тому, что на этом совете прокуроров я предупредил их, попросил каждого из них, что, вы знаете, жизнь меняется, но оставайтесь людьми. Потому что, ну, будет сегодня Луценко, завтра будет еще кто-то другой, да, мы должны оставаться людьми. Я простой прокурат-дема, который единственный в Украине подал такое звернание до совета прокуроров на здесь, на тыску сбоку кривництва. То есть я не то, чтобы горжусь этим. Это прецедент. Да, я, 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 честно говоря, в Раде Прокофь я им сказал, давайте сделаем меня примером, давайте сделаем меня иконой справедливости. Я согласен, я пришел к вам, я попросил, я принес 215, 217 листов в доказательство того, чем я занимался с 2015 года по 2018. Золотым батоном Януковича занимались? Занимался, честно, золотой батон Януковича занял у меня столько нервов, сил, пота, крови, ну, нервы это отдельная история, потому что, вы знаете, в тот момент произошла революция достоинства, искали этот мифический батон, который в конечном итоге, да, вы знаете, как, ну, я допрашивал, давал указания следователям допрашивать людей, мы проводили там следственные действия, я лично делал запросы в хлебзавод, чтобы мне дали размеры этого батона, потому что, ну, для меня было непонятно, если госпожа депутат Черновол говорит, что я подняла батон, он был золотой, ну, я понял, что действительно надо тогда отталкиваться от того, запросить в хлебзаводе, какие размеры этого батона, я запросил, оказался он там 32 в длину, после этого мы обратились лично в пробирочную палату, где нам сказали, если бы он был полностью золотой, то он бы весил минимум 16 килограмм, плюс ко всему, лично я допрашивал эксперта, с которым мне сказал, что если бы он, ну, если без проведения экспертиз невозможно установить, из золота он или нет, после этого я для себя принял принципиальное решение закрыть это уголовное производство, три раза оно было скасовывалось генеральной прокуратурой, без каких-либо вказивок, ну, я не знаю, сейчас, может, кто-то его ищет, честно, я думаю, я хочу, как бы, опираться на факты, я его не видел, я провел все следственные действия, на которые были направлены, на то, чтобы найти, кто ему подарил Виктора Федоровича, кто ему его сделал, ну, в конечном итоге... Таких, я думаю, примеров у вас в вашей работе было много, я так понимаю, что, несмотря на всю сложную ситуацию, вы сохраняете, это резюмировано все, что скажем, большое желание работать, продолжать в прокуратуре. Ну, я воин по духу, я же говорю, я воин по духу, мне нравится моя работа, вы знаете, вот, в тот момент, вот сейчас, когда меня, ну, когда у меня убравили все надбавки, у нас такая УВР надбавка, это особо важливая справа, работа, в тот момент, в этот момент, когда у меня это все убрали, у меня находилось в производстве дело, где 380 потерпевших, и с каждым из них не постоянные контакты, постоянные, не практически с каждым, а с каждым были постоянные контакты, я каждому потерпевшему, каждому защитнику, любой человек, который, который проходит у меня по моему криминальному праву уголовного производства, он знает телефон Тедеева, он знает, что к нему можно позвонить в любое время, ну, в рабочее время, там, с 9 до 6, я постоянно, свой мобильный телефон, то есть я понимаю то, что, я хочу, чтобы мы в моем лице, люди понимали, что есть Тедеев, маленький он механизм, я назвал себя на ради, на совете прокуроров, я себя назвал мурахой, когда муравей соревнуются сейчас с генералом, ну, у нас мой прокурор, он генерал, я сказал, ну что, нету больше проблем в Киевской области, в прокурор Киевской области, чтобы сводить счеты с простым прокурором, поэтому я своей работой горжусь, могу честно сказать, да, в украинском, недоликов много, ну, Е, недолики Е, но, однако, ну, нет таких прокуроров, в которых нет недостатков, понимаете? Отлично, я думаю, что все будет хорошо, я хочу вам пожелать успехов в вашей деятельности, в прокурорской работе, я думаю, что то справедливость вас торжествует. Верю, спасибо, спасибо, спасибо.